Так что, наверное, пока Яндекс.Диск у меня будет исключительно как транзит, а Google Drive как-то я и вовсе не использую, не говоря уже там про всякие вандрайвы Майкрософта. К слову сказать про Яндекс и Google, еще мне приходилось отвечать как-то на вопрос, что же я предпочитаю. Окей, Google или и Cortana, или Hello Siri, или там еще какая-нибудь Алиса от Яндекса. И уже даже не помню, что я отвечал по этому поводу, но так или иначе я действительно не особо пользуюсь голосовыми помощниками, хотя некоторые из них действительно забавные. Последнее время, особенно как-то вот в этом году, стало популярно использовать тот же самый амазоновский девайс, который фактически умеет управлять умным домом, или, допустим, использовать гугловский девайс для этих же самых целей. И на Западе сравнивают в основном именно их, то есть сравнивают Алексу от Амазон и, собственно, окей, Google от Google, логично. Но и отечественный производитель не стоит на месте и тоже внезапно, ну для меня это было достаточно внезапно, решил, так сказать, ответить западным игрокам на этом рынке. И Яндекс не отстал и представил свой собственный девайс, который незамысловато называется просто Яндекс Станция. Этот девайс не мой, я взял его погонять у товарища и, опять же, Яндекс к этому не имеет никакого отношения, поэтому, естественно, этот обзор никак не проплачен, чего бы я бы не сказал по поводу этого девайса, это мое искреннее мнение. Но я ничего об этом девайсе пока не знаю, вот в таком видео он мне пришел, вернее, я его сам принес. И надо, наверное, посмотреть, что же такое Яндекс Станция. Коробка многообещающая, весит она килограмма 3, вроде как официальный вес самого устройства 2,5 килограмма, из которых, я думаю, немалую часть составляет именно вес динамика, потому что, в первую очередь, это все-таки музыкальная колонка, как ни крути, они все к этому сводятся. Ну, видимо, вот этот девайс не исключение. Впрочем, здесь много интересного написано. То, что здесь написано спереди, я думаю, вам и так видно. Подключите к телевизору и станция будет показывать фильмы и сериалы. То есть, фактически, это уже не просто колонка, вы подключаете ее и к телевизору тоже, очевидно, оформляете подписки на какие-то из вот указанных логотипов, не здесь, а вот здесь. Тут у нас Амедиатека, Иви, Гольфстрим, в общем, всякие отечественные производители и стримеры контента. Я лично, в общем, отношусь к этому положительно. Мне кажется, что, наверное, правильно сделали, что дали такой ответ на западные тенденции. Впрочем, ну, наверняка эта штука еще находится в очень сильно, если не альфа, то бета состоянии. Мало, наверное, что умеет. Но, тем не менее, здесь вот даны даже кое-какие рекомендации. Написано, что Алиса управляет станцией, выполняет поручения и помогает в делах. И тут есть несколько примеров того, о чем Алису можно попросить. Алиса, если вдруг кто не знает, это так называется обращение именно к яндексовским инструментам. Алиса на телефонах давно уже есть. Кстати, не так давно вышел Яндекс.Смартфон. Про него пока не знаю ничего, кроме того, что он есть. И там тоже есть Алиса. И вот пока все. Поэтому, наверное, надо посмотреть, что же там внутри коробки. Она, кстати, не квадратная, немножко несимметричная. Поэтому тут важно правильно все надевать потом назад, когда придет время надевать назад. И все упало. Жаль. Так. Яндекс.Станция. Кстати, да, коробка в этом смысле выглядит довольно симпатично. Ничего лишнего. Очень похоже на продукцию Apple. Другой вопрос, как кто-то из вас относится к продукции Apple. Но я отношусь довольно нейтрально. И коробочка мне вполне нравится. Яндекс.Станция. Наверное, немножечко пересвет. Но это ладно. Там смотреть особо нечего. Кино, сериалы и музыка уже на станции. Окей, звучит многообещающе. Список вложений заказа. Мультимедиа платформа Яндекс.Станция черная. Больше ничего. Его стоимость 9990 рублей. Честно говоря, я думал, что если наши когда-нибудь выпустят что-нибудь подобное, оно будет стоить 1030. А тут меньше десятки. И это, в принципе, интересно. То есть, либо она совсем ничего не может, либо наши смогли сделать за недорого. Ну, то есть, понятно, что, скорее всего, произведена-то она в Китае. Хотя, это не факт. Давайте не будем строить неправильных предположений. Посмотрим хоть какие-нибудь надписи. Изготовлено в Китае. Таки, да. Ну, что ж, ладно. Изготовитель Яндекс.Сервис.С.А.Г. Я слышал, что есть какое-то отношение к Швеции или к Швейцарии у этих устройств. Поэтому и смотрел повнимательнее. Вроде как, там то ли что-то собирается, то ли что-то разрабатывается. Но тут я никаких упоминаний не вижу. Написано Китай. Комплектность. Здесь практически ничего не осталось. Только то, что удерживало станцию на месте. Немножко поролона. Сама колонка. Ну, мы к ней, наверное, сейчас еще придем. Блок питания. Такой массивный блок питания. Выход 20 вольт. 3250 миллиампер. То есть, потребляет станция достаточно прилично. Разъем похож на ноутбучный. Ну, вам там, конечно, будет не видно. Но похож на асеровский или асусовский блок питания. Такой достаточно. Разъем немножко необычный для тех, кто привык к блокам питания начала 2000-х. Есть в комплекте HDMI кабель с затычками. То есть, действительно, штуку можно подключить к телевизору. И это снова все. То есть, вообще ничего лишнего. Конечно, есть документация. Алиса, вруби рок, сделай погромче, включи музыку, дай йоги. А, для йоги. Запусти мой плейлист. Алиса, какая завтра погода. В общем, подсказывают, что можно спросить у этой штуки. Так как она не моя, я, конечно, не буду активировать подписки на всякую мультимедиу. Но подключить к телевизору, наверное, надо ее будет попробовать. Во всяком случае, надо попробовать ее просто включить. Интересно, как она подключается к сети. Ну, вообще, я рано начал подключать. Давайте еще посмотрим на сам агрегат. Хотя тут смотреть особо не на что. У нее есть сверху две кнопки. На одной из них нарисован микрофон зачеркнутый. Видимо, это отключение звука или отключение, скорее, даже слушания того, что происходит вокруг нее. И еще какая-то кнопка с нарисованным треугольничком. Не знаю. Больше нет вообще ничего. Такая одна сплошная колонка. Снизу есть HDMI разъем. Очевидно, видеовыход. И блок питания. Все. Больше здесь нет ничего. Поэтому, в принципе, я думаю, что если мы ее сейчас включим, наверное, она должна что-то сделать. Как-то с нами заговорить. Я так понимаю, что она захочет подключиться к Wi-Fi. Ну, посмотрим. Ethernet разъема у нее нет, во всяком случае. Так, подружка. Кажется, не хватает электричества. Теперь, кажется, хватает. Сверху загорается такой вот RGB-кружок. И переливается разными цветами. Переливается? Вроде переливается. Насколько я вижу, немножко меняет он свой цвет. От светло-розового даже к голубому. Видимо, это загрузка. Ну. Кружок потух. Кажется, ее блок питания достаточно капризен. Надо... Вернее, не блок питания капризен. А розетка у меня для него широковата. И надо следить за тем, чтобы она не отключалась. Но на данный момент вроде все привязано неплохо. Кажется, я просто слишком пошевелил. Тем не менее, мы наблюдаем те же самые переливания цветов. И я ожидаю какой-то реакции. Я удивлен, что у этой штуки нет Ethernet-разъема. Честно говоря, мне казалось, что уж если она сделана для того, чтобы управлять всем подряд, то логично было бы предположить, что у нее должен быть все-таки более надежный способ подключения к сети. Ну, Wi-Fi, так Wi-Fi. Интересно, как мы будем вводить пароль. Отсутствует подключение к интернету. Придется почитать инструкцию. Включите станцию в розетку. Скачайте приложение Яндекс в App Store или Google Play. Чтобы не искать, можно просто отсканировать QR-код. Откройте приложение и войдите в свой аккаунт на Яндексе или заведите новый. Найдите в меню пункта устройства, уберите Яндекс.Станция и нажмите подключить. Приложение подскажет, что делать дальше. Ясно. Без смартфона активировать станцию нельзя. Но, наверное, это нормально. Поэтому берем смартфон и пытаемся установить приложение. Ага, нашлось. Устройство. Подключить. Станция. Продолжить. Выберите Wi-Fi, через который станция подключится к интернету. Ну, допустим, есть у меня такой Wi-Fi. Он у меня даже как-то там запаролен. Он, судя по всему, у меня не получится одновременно записывать звук в мою петлицу и работать с этой станцией. Поэтому на секундочку сделаем звук попроще. Теперь звук пишет камера, поэтому он немножко более шумный, но это временно. Попробуем еще раз. Очень интересно. Если Яндекс пытается передать таким образом данные в Яндекс.Станцию и рассчитывает на то, что таким образом она получит все необходимые данные, то это, конечно, круто. Это еще не модемный звук, но уже близко к нему. Впрочем, звучит он как-то очень картинно. Привет. Это Алиса. Рада знакомству. Я живу внутри Яндекс.Станции. И сейчас расскажу вам, как ее настроить. Сначала установите на телефон приложение Яндекс. Переобновите его до последней версии. Это я сделал. Затем откройте приложение, выберите в меню пункт Яндекс.Станция и следуйте инструкциям. Это я тоже сделал. Как только вы закончите настройку, мы с вами сможем поговорить. Отлично. Но не раньше, так что немного терпения. Ну, я готов. Ну, в этот раз она, кажется, услышала звук. И сейчас у нас, видимо, будет все-таки какое-то подключение. Ваша станция настроена. Да неужели? Я могу поставить музыку, включить кино, разбудить вас утром, установить таймер, а еще мы можем просто поболтать. Если не знаете, с чего начать, просто спросите меня, что я умею. Да, чуть не забыла. Для того, чтобы смотреть фильмы, подключите станцию к телевизору. Так, кажется, мы разобрались. Алиса, сделай сильно погромче. Алиса, включи песню группы кино «Перемен». Чтобы слушать музыку, вам нужно оформить подписку в Яндекс.Плюс. Окей. Понятно. Спасибо. Как дела у вас? Дела хорошо. Как сама? Нормально, Григорий. Отлично, Константин. Шутка. Надеюсь, у вас тоже все отлично. Цитирует Жванецкого. Это я уважаю. У нас много общего. Можно послушать музыку без подписки? Чтобы слушать музыку, вам нужно оформить подписку в Яндекс.Плюс. Это печально. Ну, что поделать? Ладно, можешь найти какую-нибудь музыку в интернете. Чтобы слушать музыку, вам нужно оформить подписку в Яндекс.Плюс. Давай оформим подписку в Яндекс.Плюс. Будет сделано. Алиса, мне чего-нибудь ждать? Почему вы так уверены? Что ты думаешь о Картане? Если честно, то ничего. Что ты думаешь о Сири? Встречаясь как-то в одном девайсе. Что ты думаешь о Гугл? Я ко всем хорошим компаниям отношусь с уважением. Но люблю Яндекс. Родина у голосового помощника одна. Не поспоришь. В общем, не знаю, что тебе еще сказать, дорогая. Я уже выключил тебе микрофон. Судя по всему, не истратив подписки товарища, который приобрел эту станцию себе, я вообще мало что могу сделать с этой штукой. Но, тем не менее, интересно было бы, наверное, попробовать подключить ее к телеку. Зададим, впрочем, какой-нибудь банальный вопрос, на который она все-таки ответит, так, чтобы уж совсем обидно не было. Алиса, какая погода завтра в Новосибирске? Завтра в Новосибирске от минус 13 до минус 16. Небольшой снег. И на том спасибо. Хвалите меня почаще. Мне приятно. Ладно, попробуем телек. Подключили телевизор. Даже появилась какая-то наспись. Яндекс.Станция. Все дела. Надеюсь, вам там, опять же, сильно не пересвечивает. Может быть, имеет смысл выключить софитики. Так будет, вероятно, видно лучше, что происходит на экране. Может быть, даже можно телек немножко от станции отодвинуть. Ну, впрочем. Кажется, и так все, что надо, помещается на экран. Алиса, что ты умеешь? Я могу найти для вас сериалы или кино. Например, скажите, покажи новые фильмы или порекомендуй сериал. Рассказывать еще. Алиса, найди новые фильмы. Кажется, я знаю. Сейчас поищем. Алиса, включи фильм в клетке. Этот контент платный. Могу только открыть описание. Шикарно. Практически ничего нельзя делать, если у тебя нет подписки. Я бы с удовольствием показал бы это все в действии, будь это моя личная станция. Алиса, покажи любое демонстрационное видео. Одну секунду. Алиса, включи демонстрационное видео. Секунду. Ну ладно, это уже кое-что. Алиса, сделай погромче. Какое-то видео, в общем, играет. Алиса, сделай погромче. В общем, я не знаю, что это за ролик, но он играет. И его можно смотреть. Алиса, выключи видео. Алиса, включи 16 бит тому назад. Про GameCube. Чтобы слушать музыку, вам нужно оформить подписку в Яндекс.Плюс. Прикольно. Алиса, включи... Я стараюсь. Алиса, включи видео 16 бит тому назад. Одну секунду. Алиса, включи видео 16 бит тому назад. История звука на ПК. Сейчас включу. Ну, это уже кое-что. В принципе, здорово. Интересно, меня забанят за то, что я контент с другого канала показываю или нет. Алиса, перемотай на минуту вперед. Ведь раньше был MS-DOS, который, как таковое, никакого звука не воспроизводил. Алиса, перемотай на 10 минут вперед. Мешные деньги, потому что каждый конкретный чип в целом почти ничего не стоит. И начинаешь производство своих собственных печатных плат с использованием этих чипов и богатеешь. Это правильно. Алиса, выключи видео. Ну что ж, кажется, это вполне работает. Алиса, включи видео Russian Grindcore. Секундочку. Сейчас найдем. Алиса, включи видео Russian Grindcore Drums. Включаю. Окей. Я официально объявляю, что это не бесполезное устройство. Для этих целей оно годится вполне. Почему бы и нет. Алиса, выключи видео. Итак, чтобы слушать музыку, она требует от нас подписку на Яндекс. Но раз у нее есть YouTube, то зачем тогда нам нужен Яндекс Плюс? Алиса, включи видео... Группа Стрелки. Нет, подожди, ты меня не поняла. Алиса, выключи видео. Алиса, включи видео демо Солнышко. Я старый. Вот что удалось найти. Ну да. Алиса, включи видео демо Солнышко Песня Года 1999 Финал. Секунду. На сцене группа демо. Ну и вот, собственно, музыку можно слушать, в общем-то, и без подписок. Главное, управлять правильно. Практически наверняка это не будет работать без телевизора, но это мы тоже можем проверить. Алиса, перемотай на минуту вперед. Вот теперь меня точно забанят. Алиса, выключи видео. На данный момент у нас нет подключения к телевизору, поэтому там абсолютная темнота. Давайте попробуем таким образом. Впрочем, может быть, Алиса и не сообразила, что на данный момент у нее отсутствует видео АУТ. Но это мы сейчас проверим. Алиса, включи видео... Не знаю. Чтобы слушать музыку, вам нужно оформить подписку в Яндекс.Плюс. Это, кстати, говорит о том, что она, скорее всего, понимает, что в данный момент не подключена к телеку. Алиса, включи видео... А, все поняла. Спасибо, что объяснила. Перебивает меня нехорошо. Алиса. Главное желание, и все получится. Кажется, мы входим с этим агрегатом в конфликт. Давайте все сначала. Алиса, включи видео стрелки «Ты бросил меня». Я пока не умею отвечать на такие запросы. Да. Судя по всему, она прекрасно понимает, что в данный момент она не подключена к телевизору. Можем попробовать вернуть все и посмотреть тот же самый запрос. Вы меня смущаете. Пожалуй. Будем продолжать в том же духе. Алиса, включи видео стрелки «Ты бросил меня». Одну секунду. Да, видите, это работает. Алиса, включи первое видео. Секундочку. Алиса, перемотай на минуту вперед. Алиса, выключи видео. В общем, это работает только когда подключен телек. Интересно, а если я просто выключу телевизор, но оставлю HDMI? Алиса, включи видео «Шура от шумели летние дожди». Представляю, что в комментариях делается уже. Секундочку. Сейчас найдем. Во всяком случае, если телек не включать, она все равно готова играть аудио с YouTube, поэтому проблемы в общем нет. Нужно просто подключить ее по HDMI, и тогда никакая подписка на Яндекс.Музыку не нужна. Алиса, включи первое видео. Я даже не знаю, что она там видит, но это практически наверняка то, что надо. Алиса, перемотай на минуту вперед. И все работает. Алиса, выключи видео. В общем, этот ролик наверняка уже давно лишен всех привилегий на YouTube, но тем не менее мы смогли продемонстрировать работоспособность этого агрегата. Алиса, отключись. Кажется, это сработало. Алиса, включись. Пытаюсь, не выходит. Ага, ну бывает. Алиса... Ты же слишком час. Спасибо тебе большое, все было здорово, рад был познакомиться. С вами тоже очень приятно общаться. Пока. До свидания. В общем, пока что у меня создается впечатление, что это скорее просто какое-то периодическое небольшое развлечение. Не знаю, насколько действительно удобно пользоваться именно голосовым управлением для включения аудио и видео в квартире. Ну, наверное, для кого-то, конечно, так удобно. Потому что это же надо периодически вспоминать, что ты забыл пульт, когда ты уже удобно устроился на диване. Что надо подойти там, взять мышку какую-нибудь беспроводную, чтобы кликнуть какой-нибудь там видеофайл или приложение какое запустить. А тут можно просто крикнуть, и если нормально все объяснить, то раза с третьего, с четвертого все получится. И вы посмотрите кино, лишний раз с дивана не вставая. Наверное, для кого-то это действительно удобно. Я все время думаю о том, что для людей с ограниченными возможностями это на самом деле находка. Это как Nintendo Switch, у которого два джойкона отдельно друг от друга, и это, в принципе, для многих открыло гейминг. Потому что до сих пор вас обязывали держать две руки рядом, а есть, наверное, люди, у которых просто нет физической возможности почему-то так делать. И тут внезапно джойконы, которые рядом держать не надо, и все равно у вас в руках джойстик. Так что это важно. Думаю, что людям, которым просто трудно пользоваться чем-то другим, эта штука будет очень полезна. Ну, я пока особого применения лично для себя для нее не вижу. Так что верну товарищу, пусть пользуется, надеюсь, ему будет весело. Ну и молодец Яндекс в принципе, что стал это делать, потому что конкуренты же западные уже навалились. Хорошо, что мы в этом вопросе особо не отстаем. Западные аналоги умеют делать не намного больше, если вообще умеют делать больше. Другое дело, что, скажем, каталог Яндекс.Музыки гораздо меньше, чем, скажем, каталог Google Play музыки. И это проблема. Но, наверное, со временем решится и она. Так что станцию мы оставляем в покое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...